и всем привет мои дорогие друзья подписчики и зрители моего канала меня зовут александр и продолжаю играть в канон exiles и сегодня мы пойдем как я уже и говорил в асгард построим где-то недалеко хибарку все-таки построю с крыши ой будет это ну чисто так символически ну как вариант может даже просто по фундамент построить не этого будет достаточно и будем строить литейщиков томить литейщиков на ел как там надзирателей ой и кнопка вот не хотел уходить из этого режима в общем посмотрим что как на где боец охраняет у него кстати меч длинный меч меч лучше чем то что я хотел ему сучить в руки поэтому мне есть запасной меч мой топорик скажем так пускай будет топорик нет понравился реально прямо тут одноручный топорик прям огонь штука учитывая что еще можно щитом учитывая что еще можно с факелом прям очень удобная штука кинжал лук топорик это прям мое особенно мне прикольного видео где говорят типа вот кинжалы и все все остальное типа это лажа вас типа неправильно информируют и только кинжалы вот только они для этой игры на этом я конечно видео закрыл потому что извините и дебил кому-то кинжалы вообще даже близко не удобно кому-то лук в кайф и все в таком духе а то что ты дебил и думаю что это именно так но как бы это твое личное мнение вот ну в общем короче как то так здесь мне как такого ничего и не произошло вот я только единственно дождался чтобы боец у меня вылез и из него а ну и шмотки да для танцовщицы сделал у меня кстати теперь хп 700 рядом с ней 735 потому что развлечен сейчас этот баф уйдет будет снова 700 вот или это не за этого бафа короче за из какого бафа но короче у меня вот 735 вообще должно быть 700 но это неважно ладно путь дорогу я готов взял кожу взял слиток металла чтобы вот это все дело чинить и нести недалеко но все равно в кстати слитки металла будет побольше внешне уже будет еще построить все это дело смысле колесо нужно будет построить обязательно и уже так вот и там уже будем развиваться кстати и да и да надо посмотреть вообще есть ли различие почему-то я раньше то помнится кстати да вот установил сюда этот сучок чтобы здесь еда вся фармилась потому что мне нужно было кажется варить окажется варится сама последнюю очередь вот так надо посмотреть еда какая нужно если разница в еде вот будет более правильно так не нашел и короче чем кормить так что будем кормить вот этим но в до исключением как я уже говорил что кормежка идет определенные хавки а так сказать дает определенные статы и нет это движение это развить ком контролировать вот здесь характеристика конечно их не пишут это прям обида обидно вот доспехи только пишут ты все а может нет а это чё за три точки непонятные а но взять все это понятно это доспехи ну очень короче непонятно если знаете как что где пишите в комментариях я вообще в игре полный ноль назовем это так все таки так и да и вот тебя потому что ты пригодишься без полтос но мне насрать у меня же прекрасная обилка у меня уже почти все прекрасные обилки я прям почти все я уже почти все выучил ну как бы и левел то у меня а какого-то но у меня 44 но такое ощущение что все таки характеристики здесь качает совсем сейчас по-другому я потому считал что мне должно было хватить ненадолго тут короче похоже дело в любом случае я хотел так и так полностью раскачивать так что мне пофигу так и кожа давай все таки возьмем еще сотку ска будет ну в путешествие отправляемся мы лишним не будет все равно металл по пути подлутаем все можно спокойно отправляться в путешествие как говорится время приключений мать его за ногу вас выпусти плана мне предстоит очень долгий путь блин а жил бы здесь был бы вообще близко прям в упор было бы но тот так красиво хотя не удивлюсь если на это место по пути и где-нибудь там опять перееду я вообще в этом плане входа на граммала поэтому не знаю где красиво застроиться красивые места и все в таком духе именно для меня подходящие решил немного напасть на крокодила хочу делать по пути а вдруг а вдруг получится мочкануть но мочкануть его получится кровотечение все дела но то что я чуть сам не откис это конечно да это я конечно могу я просто знаю что с этих выпадает вот ключ ключ от всех дверей и здесь по идее должен быть сундучок я вот здесь в салатниках тусил помните да находил там этот сундук и там рядом лев спавнится что я подумал что в другом месте где-то лев или тигр я уже не помню короче в общем это рядом спавнится того вот а сундук вот . жезл ну допустим вообще тут просто бегу лутаюсь это далее боевая дубина пробитие доспеха мне теперь даже интересным так давай для начала все таки здесь забудем это сидел с моей возможностью бегать с перевесом не очень пофигу что когда где вот это палец а я понимаю я погоди мне стало интересно слышь ты за что дичь то погубил да да замахивается долго вот это вот и все долго но камон он просто шотнул крокодила обалдеть мне просто там прогресс надо дичь завалить и это я по пути и и выполняю у бпп боевого пропуска обалдеть так надо сейчас срочно еще одного крокодила найти не штука конечно кайфовая с крокодилом я возился явно не зря 143 хп но тебе 143 хп корчон 150 хп точно выносит с моей силы и вот это все он 150 хп точно выносит это однозначный кайф это однозначный кайф болеем ладно однозначно не зря возился кстати да у меня же я последнюю подстилку использовал давать 10 создадим я на всякий случай постелил к там хп шички уже оставалось прям несказанно мало вот я там по быстренькому бросил постелил и все кстати вот в эту пещеру нужно будет посетить обязательно вроде бы в эту пещеру да вот на пещеру с пауками там вроде бы кристаллы тусуется а чё не промахнулся на тебе самое главное научиться рассчитывать удар кстати у тебя сколько очень прочности а железная руда как я понял один удар это одна прочность да он тратит типа это даже по ходу дела один одно удачное попадание тратят она прочность единичку прочности это я не знаю что нужно делать чтобы эту прочность все потратить сейчас на кого-нибудь затестим тогда живо давай само что смешное по кролику попасть будет сложнее чем по это потому что те на тебя нападают это точно в лоб в лоб этот убегает до прочность неправильно не тратится а вот если все таки случайно попасть я погоди ваншотная пушка называется да вот и единичка прочности ушла о добрый вечер были раньше не мог вылезти когда я пытаться по кролику попасть козел на вот единичка прочности все отлично то есть еще 4794 попаданий и в более 50 процентов случаях это будет ваншоты так подожди вот в эту пещеру надо тусить вот я же говорю вот таким легче вот он там точно сто процентов идет на меня он сто процентов будет стоять напротив меня и сто процентов я в него попадаю или в эту пещеру надо будет зайти в общем короче в какую-то пещеру надо будет зайти да еще карта была этого колдуна где-то тоже отмечалась и здесь когда-то в другом мире сто девяносто восемь так 2 сотки сносит тонула вот это кайф это однозначный кайф дубина я сначала такой расстроился думаю дубина но внешне удобные пользоваться учитывая что она легендарные это конечно кайф я доволен я пока шел увидел еще одного крокодила а их так реально дофига на карте я думал раньше вообще в одном месте был 4 сотки он наносит офигеть минус это дубиной это явно делается быстрее учитывая что по нему попасть можно хоть по хвосту и как видите он вообще язычный в этом плане то есть вот он готовится и ты отходишь как бы то есть ему достаточно кружиться начну напротив него ну кстати да с моим здоровьем можно и пожестить ну давай еще разочек уа 12 хп ты серьезно 4 хп а тихо-тихо офигеть а теперь надо найти сундук блин ну я так скажу даже по идее если я не найду сундук мне главное чтобы этот ключ у меня остался и тогда я другой сундук смогу золотать вроде бы как это так работает но это не точно это не значит что я прав и это надо так делать надо искать сундук рядом она поищем и кстати самое главное да я пока бегал здесь 2 заспавнился слишком большой круга сделал и самое главное это то что этот эксперт из него 500 тысяч дали 500 тысяч на моих ритах это что получается 50 тысяч на обычно это все ромал дофига учитывая что как бы убить то его можно вот как я уже сказал то есть вот кинжалы в основном его убивает кровоток туда дубинка это уже потом так сказать то что повезло то трофейным оружием так сказать завалил прикольно но сундук я кстати так и нашел там по всей воде проплавал не нашел возможно где-то стоит где-то спрятано сейчас еще здесь по верхам пройдусь но я сомневаюсь что будет ну вот у меня теперь два ключа в саванну а саванна слишком далеко я может сходить а может схожу так меч папирус интересно 74 пробивание доспеха тоже гендарная вещь и оружие порез от бумаги интересно так меч двуручный а подожди это кису это киса киса возьмем и смотрю какой-то мелкий так вот тот тигель есть не ошибаюсь на тигр босс давай на нем пора тестим этот меч но кровотечение накидывает ну в основном увечья он накидывает но тоже так не кисло я вам так скажу урон конечно меньше чем булава но он дополнительно накидывает это конечно вообще прям несравнимо по урону ух размахнулся так размахнулся как говорится 181 конечно здесь меньше чем с него да вот еще один ключ и двери как я и сказал теперь они добываются просто вот по щелчку пальца просто просто один раз как говорится перетерпеть добываешь легендарное оружие и у тебя все мне но легендарки на оружие это хорошо допустим у меня участка дома боец до у которого который с этим как раз мечами тусуется я ему этот меч нам это однозначно дума будет для него хорошая штука ну кстати а здесь шестьдесят тысяч а там сто восемь то есть три таких тигра как один тот тигр интересно кстати давайте точно замерим урон вот на нем мы точно можем замерить сто ну плюс кровоток ну короче сто бог с ним сто двадцать даже сто пятаться наверно больше подходит но я могу их намного больше уронов наносить за один присест это во первых во вторых это быстрее происходит то есть это довольно таки шустрая штука урона меньше но это шустрая штука что самое главное неплохо шкуру по фармеру ну что вот и уже и асгард добрался я до него по пути много чего залутал и и и что и тут надо уже начинать строить так хотя вон пост начнем конечно с фундамента ну а дальше уже как пойдет самое главное конечно не стоит забывать про чистку чистка скоро скоро начнется понимаешь и надо по крайней мере всегда думать именно об этом что она скоро начнется и ни капли не тормозить ресурсов я подлутал специальным для этого делом и с этим не должно у меня быть проблем по идее хине стеночки все так сказать на всякий случай потому что здесь спавницы волки и и чтобы они как минимум сюда ко мне не забежали все остается только сделать колесо более только не такое босявая а хотя бы дырщовая так это не то 100 сразу закидываем вот сюда и вам и кажется пускай все это дело будет кстати как вспомнил а то что то пить хотелось и еще есть хочется ужас и еще попить потому что потом времени уже на это дело не будет а дверь и вы уже за ногу тоже все же на всякий случай бечевки не хватает ты серьезно я бечевку не взял я же изначально хотел ее взять и это прекрасно помню причем с мыслями да пофигу пускай будет я примерно так хотел но ну это что такое а это просто лучник только басявый лучник надсмотрщик первого лавла ну я как бы тебя задолбаюсь томить у меня там как раз есть надсмотрщик первого лавла и отлично а потом можно уже и вот этим делом добивать ну так нормально с них шмотки даже падают я видел вроде бы даже то ли изучил то ли еще не изучил вверх так для разбора или как-то так там чё кто-то пытается на меня мамонт мамонт ты случаем не босс мамонт нет и просто мамонт ох тышь нифигаси у тебя радиус атаки вот добрый вечер тихо а теперь делаем выпад кин жарла не да попади ты уже пожалуйста у но в плане экспы конечно вообще кайф слоногая шкура отлично это просто цветочек синенький слушай неплохо неплохо здесь сундучков каких-нибудь нету нету это просто дозорные это просто дозорные то есть есть и в что тип подают знак вот это вот а все шоу хир полева вот это вот она начинается кстати мне нужно сделать факел я же если буду в тянуть и возвращаться я потом просто на ощупь буду возвращаться да и в целом не гоже мне нужно сделать я травы нету о дожились а вот дожились от травы то и нету кстати пофигу внешне один хватило хватило и что теперь освещение а у меня два факела есть потому что один мой один хоп и один я сделал и вот так хоп отлично ну а идти уже туда буду на рассвете явно не вариант вот так в ночную пытаться что-то кого-то найти тем более рассвет здесь наступает быстро на дефолтных настройках я очень даже этому рад единственное что надо сделать факел для себя для личного пользования отлично ну все ждем кстати да у меня все характеристики официально раскачаны вот смотри характеристика ваших спутников повышенная максимальное число спутников плюс один но ваш параметр больше не влияет на урон спутников типа норм штук к но у меня стоит мод который может делать это из могу называть их несколько как я понял поэтому да и в целом я больше чем одного спутника не сильно это люблю лучше считаю вот это не вот как то так у меня все это дело раскачано что конкретно вы можете посмотреть на паузе и все больше характеристики окачать не могу дальше что-то какая-то фигня с колдунством и так далее но мне на это пофигу искусный кирпич 139 еще я пока вот эти вот все боссов мочил и так далее и прикольно я могу уже их и изучить но только стоит по полтосу и легче найти чуваков которые этому этому меня обучат это реально легче не то что даже легче это дешевле легче конечно изучить но это дешевле именно по вот этим всем здесь конечно мне нужно вот эти вот ножи ножи потому что мое все лук конечно же изучать древний лук сколько всего говна надо изучить о повязка она сто процентов какая-то ядроны по изготовлению какого-то о закаленная сталь но добрый вечер я уже закаленной стали изучился а почему еще не могу ее сделать о искусственный пчеловод вот пчеловод это нужно искусственный искусный вален хранилище тоже пускай будет во вот это вот обязательно нужно хорошо ты я это первую изучила не зверовода потому что что потому что и стальная дубина и стальная дубина уже лучше не я конечно могу домой телепортироваться и вы знаете как просто откиснуть тут могу и посмотреть стальной дубина я могу сделать нет кстати и заодно вспомнил что у меня здесь подстилки то где-то вот бы щит пришлось бежать примерно вот отсюда полпути а вот верстанк для разборки верстанк со временем необходим для разбирания оружия и доспехов и вот я такой а прикольно а прикольно кстати вот давайте посмотрим что вообще на него это я просто к чему это видишь как вариант джебника литейный верстак интересно где он находится плотника плотника здесь алхимика готовка клана земледелия общее общее чуток он требуешь а кирпич с защитным покрытием ну дому то это у меня есть это нет защитным покрытием я не ставил изготавливать ну посмотрим если в конечно я у всяких эти шмотки смогу разобирать это клёво это клево до присурс уже как не крути ладно что мне сейчас нужно дубина я взял взял но в руки возьмем вот это тоже на всякий случай в руки выжимку из алоэ тоже берем в руки ого стальной брусок 14 штук залутал где-то по пути так погодите выжимка из алоэ я ее не вижу так вот это вот выкинем вот это вот выкинем чтоб не мешало себя на мне они же у меня были а в услугах вот их ставим как хилки просто они лучше о кстати стать они лучше чем что либо из того что у меня есть на хил вот это нужно было просто для того чтобы а я просто вот это испытание пройти создайте исцеляющий предмет козлы вот бесит меня вот это вот а ну давай создам победите весов о слава богу нет на это кофе вот я не знаю зачем я это ну это есть это можно изучить поэтому пройти по этому почему бы нет хоть какая-то это так сказать для себя есть фокус при топает хоть какая-то для себя есть очистка скажем так стимул но к чему-либо и все в таком духе так ну что что я сейчас хочу сделать я сейчас хочу сделать пробежаться по всему и посмотреть где у нас находится те кто мне нужен конкретно да у них вот идут уже сразу же здесь ядреные бойцы это прям полноценная деревня литейщики насколько я помню они ходят по самой этой и их как говорится еще о тихо тихо их еще попробую найти и они должны быть одеты в ну типа хоть в какую-то нормальную шмотку колдун добрый вечер насмотрщик вообще должен быть где-то в центре так мне главное что под волки вот волки отвязались отлично это уже хорошо по сути они самые такие жесткие в этом плане вот кстати защитник будут скинув но это не этот не именной это просто тупо а добрый вечер добрый вечер они вот в плане урона конечно здесь прям жестко и на храмом суда точно не зайдешь так не крути а в этом-то и вся проблема так давай вот так вот сделаем здесь конечно бы тяжелые доспехи подошли лучше но на храпом суда точно не зайти и вот вспомнить бы где но он по идее находится где-то в одном из зданий вот в каком здании это уже хороший вопрос так давай отеляемся и посмотрим сейчас что-то чувак сдох на них кто-то напал что то есть он вот и все кричал кричал и и сдох заступник нордхеймов сдох ой добрый вечер а чё он сдох он просто так короче просто помер стоял стоял вот это эй, вот этот своё. Слышу, пока я хилялся. А чё я с него лутанул там? О, кинжалы с закалённой стали. Добрый вечер. 11, 27. Неплохо. Короткий меч из закалённой стали. Тоже добрый вечер. 60. Кстати, ну-ка, а ты как у нас? О, подожди, только это одноручный меч. Это же одноручный меч. Да? Обалдеть. И он ещё неизнахраченный. Вот это я понимаю, кайф. Хм, прикольно. Чё, он сдох? Я не знаю. Он просто и всё. И чуваки куда-то туда побежали. Ой, дебил. Насмотрщик-то не здесь находится. Сейчас посмотрел. Здесь летит. Летейщики. Всё, у меня уже в голове всё перепуталось. Насмотрщики вот тут находятся. Где-то вот здесь вот. Специально отметил вот сюда. Не, ну, теоретически я его отсюда с двумя этими смогу перетащить. Не буду там уж отстраивать колесо боли. Мне всё равно летейщиков здесь стусить нужно будет обязательно. Но вот летейщиков надо будет сейчас глянуть по кругу, смотреть. Вот они опять куда-то бегут. Может, не за мной же? Хотя, может, изо мной бегут. В общем, как-то так. Один из летейщиков находится чаще всего там. Вот туда сейчас и сходим, посмотрим. Боец. Жрец и мира. Снова боец. Где-то вот здесь они должны, по идее, тусить. Снова боец. Надсмотрщик, боец. Не, возможно, они просто ещё не заспавнились. Это тоже такой вариант. Точнее, не ещё, а в целом. Потому что как бы шанс... О, добрый вечер. Шанс, дело такое. Неблагодарный, я бы так сказал. Сейчас надо их всех отагрить от себя. И так уже будет явно полегче. О, вот он, летейщик. Есть. Здесь у нас один летейщик. Это хорошо. Именно именной, как положено. Фух, кайф. Я уже думал, всё. Кранты, короче. Не повезло. Не в этот раз. Э, нифига. Очень даже в этот раз. И очень даже повезло. Тусуется он где-то... А, ну, по сути, где-то в центре он и тусуется. Отлично. Значит, сначала надсмотрщика, они, по идее, не должны задеспавниться. То есть, раз они заспавнились... У меня сколько вот этот Салит, боец, или как там Сари, боец, который сейчас у меня... Сколько он там уже тусил? Вот, ну, вроде бы это он. То есть, ну, прям в центре, короче. Всё отлично. Минимум один есть. Это уже хорошо. Так что... Обязательно... Отлично. Обязательно его приручим, скажем так. Боец, волк и все дела. Ну, вообще, вот он, он должен быть. Да, вот он. Красноволосый. Тихо. Таким паркуром я ещё ни в одной игре не занимался, скажем так. Ладно, в любом случае, мне надо отсюда валить с этой деревни. Почему? Мне нужно идти за надсмотрщиком. Он у нас находится вон там. Вот здесь. Туда и идём. Решил полутать здесь травку рядом и... Там выпало вот это. Ну, как выпало. Там был осквернённый волк тусил. Я такой убил его, о чём мне траву мешал лутать. И с него выпала вот эта вот штука. Штука прикольная. Сбрасыв в тачки характеристики, но прикольная она лишь тогда, когда не читеришь. Всё-таки читерное это дело вкачивать все характеристики, так как игра под это не была рассчитана изначально. Ну, а что поделаешь, я играю в собственное удовольствие. А вот очков бы у этих было бы побольше. Были же моды, где вот можно было установить и там тебе пишут очков, типа, короче, тебе напихают много, не парься. Меньше не установил. Установил какой-то другой мод. Ну, бог с ним. В общем, я приготовился к телепортации. Всё-таки решил загонять за стальной дубиной, то есть за улучшенной палец, чтобы можно было оглушать получше. и что самое главное, пойдём мы уже в это прекрасное путешествие за элитными войнами, а именно над смортерщиком и литейщиком в следующей серии. Да, растянулось моё путешествие. Ну, кто ж знал, что я и сундуки залутаю, и вот это вот всё как-то будет как-то вроде бы нагромождённо, но и в то же время насыщенное путешествие получилось. Такие вот народ дела. Ну, потому что время серии ограничено, как ни крути. Ладно, следующий серии разгоняем. Вот следующий уже точно плетейщика я нашёл, как минимум мы лутонём. Попробую, по крайней мере, что-то они меня разносят в алгарде. Ужас просто. И надсмотрщика я тоже надеюсь найти. Надеюсь, он заспавнился. Вообще, вроде как говорят, что он там 100% навсегда есть. Надеюсь. Есть. Ну, а на этом я уже с вами буду пожаловать прощаться. Как говорит всем, спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно, делиться моим видео с своим друзьям. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого, добра, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok